В Чувашии прошел сеанс одновременной игры с чемпионом мира по шахматам Анатолием Карповым. Международный гроссмейстер сыграл с 14 представителями республики, в числе которых был и глава Чувашии Олег Николаев. Делать первый ход. Первый ход делают Анатолий Евгеньевич и Олег Алексеевич. Прошу, подавшись, аплодисменты. Все, успели? Шах и мат. Эту фразу от Анатолия Евгеньевича боятся услышать все соперники. Знаменитый шахматист, неоднократный чемпион мира, выиграл за свою профессиональную карьеру более 160 партий. Анатолий Карпов в республике не первый раз. Почти четверть века назад он сыграл с профессорами Чувашского государственного университета. Эту игру они помнят до сих пор. Мы сыграли только три профессора в ничью, причем два очень правильно. А я, поскольку продержался до самого последнего человека, а у Карпова такая тайна, что он последнему, кто у него выдержал, предложил ничью. Вот он мне предложил ничью, а я согласился. Ну, понимаете, да? Наверное, если бы мы Эншпильд продолжали играть, ну, он бы победил. Атмосфера в зале была напряженная, шахматы любят тишину. Но, увы, быстрая игра для всех 14 участников закончилась поражением. Представители органов власти, предприятий и вузов уступили мастеру в сложных партиях. Анатолий Карпов убежден, что для так называемых технарей умение играть в шахматы – обязательная составляющая профессии. Зачем? Логическое мышление развивают в шахматы, память тренируют, умение принять решения, умение работать с информацией, анализировать. Потом по жизни как? Решение принял, надо его уметь защитить, отстоять. Любой инженер должен быть способен и иметь свое мнение, и уметь его отстоять и представить. Шахматное движение в Чувашии вышло на новый уровень. В рамках всероссийского проекта уже более чем в 80 образовательных учреждениях есть уроки интеллектуальной игры. Это, конечно же, безусловно, меня лично радует, потому что, как уже сказал Анатолий Агентинович, это шахматы, конечно же, это как инструментарий развития логического мышления. А логическое мышление, несомненно, это как основа успешной деятельности во многих сферах, прежде всего в таких технических и инженерных. Поэтому мы усиленно поддерживаем все инициативы по развитию шахмата и шахматную школу, и, конечно же, деятельность шахматных школ именитых спортсменов. Летом в столице Чувашии состоится Высшая лига чемпионата России по шахматам. В турнирной таблице профильной федерации уже обозначены даты соревнований с 25 июня по 6 июля. Ольга Семенова, Татьяна Раевская, Андрей Шоклев, Республика.